чё там чая в наушники всем привет меня зовут оля никитина меня зовут ульяна анкудинова а не анкуджанова если что вдруг мне в общем 33 года ей 20 я умею сама говорите же в 23 года 10 лет разницы между нами и локдаун сильно изменил нашу жизнь сменил профессию я вот два года меняю профессию до сих пор не определилась кто и все она монтажу выучилась а я канал покерный открыл начал покер играть онлайн и стримить за год одним из самых популярных каналов стали многие из тех кто сейчас смотрит это видео наверное это знают в общем жизнь сильно изменилась изменить и обед изменился до худшую сторону это вообще в общем я жаробас и мы поняли что для того чтобы как-то меняться и был повод завести канал где мы будем влоги выкладывать о нашей жизни нам кажется что она может быть интересным а еще она будет нас мотивировать эти влоги вот нас мотивировать жить еще более интересно потому что сейчас нам кажется что мы немножко такие домоседы постараемся сейчас почаще куда-нибудь выбираться чтобы контент был поинтереснее да мы вчера выбрались в рейстик в сочи и нас не пустили потому что у нас не было qr-кодов у нас сегодня столе и свидание на улице и конечно же вы все догадываетесь почему у нас нет qr-кодов и вы заказали еду на вынос но по моему тоже прикольно а и да из крутого собственно из-за того что начался локдаун я все свои 33 года жил в москве и переехал в сочи одно из лучших что мы сделали про сочи про стримерство вообще это дичь а чё еще про то что происходит за кулисами когда мы готовимся к стриму к съемкам вообще как живу тоже я например что я делаю в момент пока толя занят и не уделяет ни времени и у нас еще короче есть мелкий сейчас но мы покажем короче его зовут руди его любит весь двор и знают насколько из-за него в общем надеемся да что вам будет круто пишите свои комментарии подписывайтесь на наш канал ставьте лайкосики спрашивайте 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 ваши нюхцы современные слова погнали короче небольшой обзор на мое рабочее место отстойное рабочее место ну блин это жизнь это лайвблог это мой ком в общем это мой один большой монитор это мой второй большой монитор вот это вот у меня есть такой свет здесь тоже есть свет это у нас вот такая классная камера тоже наверно будет описано что это еще один свет вот еще из приколюх у меня есть вот такой классный микрофончик шурик вот у этого классного микрофончика для того чтобы он работал нужно вот такая звуковая плата внешняя а самая клёвая штучка стрим дек в чем маза этого стрим дека это программа для управления стримами то есть вот у нас есть стрим лапс bs которая вот сейчас загружается и мы например можем выбирать какие-то сцены вот например нажали у нас там вот такая сцена где крупничком там нажали это у нас вот там сцена с таким столиком очень удобно или там фигах интро запустилась но самое кайфовое это смайлики причем смотрите у стрим дека какие приколюхи есть то есть вот прям тут все визуализировано то есть например ты такой решил включить там танчик где я танцую фигах включил раз я танцую вот вот у нас есть смайлик который очень любит ребята с нашим руди типа непонятно нажал фигах руни такой появился ему понятно что происходит если кому надо рассказать про вообще настройки программы стримерской и про все эти нюансы как чего начинать пишите в комментах могу этой теме периодически уделять время хотя сам учился просто по огромному количеству обучающих видео в интернете программа bs одна из самых глюченных программ куча косяков куча лаж куча приколюх но методом проб и ошибок все-таки разбираешься всем жаль что нет канала где есть все четенько и подробно по этой теме но если посвятить этому несколько месяцев жизни а потом еще год практики то ты знаешь большинство косяков которые происходят с этой про пока то ли сидит тут занимается своими делами давайте посмотрим что он происходит квартире дело в том что руди собака забияка испортил нам уголок и стол и посмотрите какая красота сейчас делается это вообще все сделал прекрасный илья классно вообще как будто вот как вот в начале было сам еще наш прекрасный стол был тоже погрызли точнее у ножки и на все сделали шикардосненько так что люди ты не думал когда нибудь что ты приносишь беды вот эта шикарная картина если кто это я в общем это мне подарили родители на день рождения и я была безумно рада нам некуда ее вешать потому что мы живем съем на квартире такими классными картинами она просто не клеится вы знаете не монтируется с такой особенно как-то уже слишком много девушек в этой комнате будет в общем я решила постоять пока в углу подняли на балкон смотрите какой у нас классный балкон я его сегодня снимаю потому что я вчера на него прибралась немножко здесь мы столе иногда собираем пазлы но последний раз мы начали и забросили это дело примерно о нет 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 это не должно упасть вид из окна приятный за исключением стройки которая непонятно уже сколько лет идет здесь вечно что-то ремонтируют нам рассказали соседи что стройка просто не заканчивается из-за чего дома часто строительная пыль жизнь прекрасно тут 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 вышли гулять с рудем чтобы проводить то ли он до барбершопа всем приятно одновременно руде оставим вроде здесь тебя а мы пойдем дальше что мы попрощались то ли он пошел стричься барбершоп а мы идем за магазин так что у нас планах завтра или послезавтра поехать на серию в казино сочи благо это недалеко для этого надо постричься ближайшая парикмахерская где стригусь уже давно а точнее не парикмахерская барбершоп это вот топ ган пойдем стричься ну что мы постоянно ежедневно покупаем косточки это очень помогает чтобы собака не грызла ничего дома но у меня стримы да вот и тут мы решили попробовать влог снимать там поездили несколько поездок делали так прикольно всем понравилось решили попробовать какой лайв-влог поделать смотри что я нашла смотри голубь нравится все давай голубя возьмем супер руди не знаю по моему он похож на какого-то работника стройки так что получилось вот так по моему прикольно знаете что не прошло и пяти минут как пищалка у игрушки сломалась стандартный сценарий классно погуляли отлично просто просто супер красота так ну чё мы подстриглись это гуд цена стрижечки нынче стоит в барбершопе полторы тысячи рубасиков я честно говоря давно уже не стригся в каких-то других местах поэтому не знаю что вообще как по ценам но там кайфовая атмосферка мне нравится и это прикольно вот сегодня вечером в планах стримчанский ну а завтра будем двигаться уже сторону казино сочи конечно кайф когда на календаре какое-то там ноября уже четвертое или пятое я путаюсь в днях знаю точно что сегодня четверг и ты просто идешь такой в легенькой толстовочки можешь в принципе идти в футболочки погодка супер это явно огромный плюс переезда в сочи который мы видим из минусов переезда в сочи есть явно если тебе нужно что-то купить в общем тебе обязательно нужно заказывать доставку где-то потому что мало что есть наличие особенно если это какой-то сложный технический элемент для стрима или еще что-то и это прям косяк ну и еще если ты собираешься куда-то полететь то чаще всего тебе нужно лететь через москву а в остальном все чики-пики худеем чуть-чуть ку ну все реально четко схуднул можно зайти в кафешечку взять чем поесть правильно ну короче мы частенько ленимся что-нибудь готовить поэтому заказываем в соседней кафешке день добрый мы тут решили попробовать влог небольшой снимать вот я теперь экспериментирую с камерой нормально хорошо можно нам две индейки этот фреш апельсиновый и да этот салатик который бурата тогда давайте цезарь с курицей вот да и лимонадик манго маракоя да все по кайфу и с учетом того что мы сегодня стримим есть один у меня грешок ну точнее он конечно же не один но еще один мой грешок это курение блин я конечно никому не рекомендую увлекаться подобным грешком но пока сам ничего с собой поделать не могу поэтому перед стримом нужно обязательно а затариться стиками б затариться водичкой вот это две вещи которые просто необходимы у вас появился плата картами все кайф в общем реально чуть больше года назад когда началась пандемия я не знал что делать у меня много долгов тянется своей прошлой жизни в момент времени я был должен около миллиона долларов и до сих пор как бы отдаю те старые грешки в начале было тяжело сейчас полегче осталось не так много вот хотя это тянется уже около семи лет и в общем когда началась пандемия и там основная моя деятельность встала я реально не знал что делать и мне кент говорит давай короче приходи к нам там фонд покерный будешь покерок играть я говорю так я же не умею перед но я тебя научу не переживайте потом фонд закрылся и я не знал что делать идти там в другой фон или попробовать начать стримить и начал стримить первый месяц меня там смотрел один зритель два зрителя это это был обычно мой телефон и ульянкин телефон вот а потом четко так все закрытилась понеслось и сейчас там средний онлайн на стримах больше тысячи человек был в пике у моего друга и партнера те кто не знает с ним я познакомлю вас позже вот у него было по моему семь с половиной тысяч зрителей когда у него была финалка одного крупного турнира ну в общем реально эта деятельность развивается и я конечно это полностью изменила мою жизнь это дает возможность мне выплачивать старые долги как бы жить существовать и самое главное кайфовать от того что мы делаем из-за моментов вот этих влогов или еще чего-то реально казалось бы ты в стриме работаешь там на публику в онлайне там все постоянно что-то пишут но все равно есть какой-то страх какой-то мандраж съемки и вот там особенно когда ты куда-то заходишь с камерой люди часто на тебя смотрят там в наше время это значит блин что-то снимают к чему-то придраться может хотят или еще не знаю как короче воспринимают это люди как вас приняли воспринимали бы это вы можете написать в комментах но в общем не привычно ходить с камерой а самое главное чего мы с ульянкой боимся потерять от камеры это ты в какие-то моменты хочешь получать определенный кайф от того что ты видишь или от того что ты делаешь и не прикольно в этот момент думать его круто достать камеры что-то снимать не знаю в общем интересная практика посмотрим что из этого получится блин все теперь все снимаем до короче поехала на прием к врачу поздновато конечно но она такая востребованная что получается только так в общем с результатами анализов на гормоны решила протекать свое здоровье со всех сторон чтобы просто знать я призываю каждого делать также сочи конечно вообще жизнь кипит особенно по вечерам и здесь никого не волнует что корона вирус вовсюду все гуляют без масок все болтают единственное что сейчас сделали еду на вынос это не везде но в целом здесь конечно не придерживаются правил никаких самоизоляции раз и на полите очень хорошая клиника в сочи смотрите как здесь внутри красиво все цивилинка чистенько вообще просто красота а самое интересное что моя соседка по дому девушка которая очень люблю здесь работает тоже короче вышли судьи на улицу погулять в общем то ли очень долго готовился к стриму я уже все тоже подготовила свет сделала нет ну вы посмотрите короче пока рассказываю вы можете любоваться вот этой картиной так вот пока я все это делала я благополучно поехала в больницу и мы узнали о том что у нас опять страйканули youtube и мы решили не стримить точнее мы не можем сегодня стримить и потом пришел глеб и решил стримить только на твич я еще один опыт готовила а до этого я успела посмотреть мультик который мне задали по-английскому мне задали посмотреть каролину в стране кошмаров кажется так он называется по-русски я начинала когда-то смотреть этот мультик но не смогла потому что я вообще не смотрю ничего страшного и даже мультики в общем но это было задание поэтому мне пришлось его посмотреть в общем у меня очень сейчас такой послевкусие конечно кринжовая и стрёмненькая но в целом мультик хороший я советую посмотреть всем кто его не смотрел но кто не любит ужастики подготовьтесь вам будет немного неприятно а я уже потерял орудие вот собрала чемодан то ли красную поляну и так давайте посмотрим что здесь есть дохренища трусов ну это всякий случай носочки где-то на 10 дней штучек 7 или 6 табли ой футболок подожди одна теплая кофточка штаны ой что-то сзади мне там тучится и естественно вот такую вот карточку да чтобы можно было снимать легально двое шорт на всякий случай вот какая какие-то прибамбасы не нужны ну и я не показываю то ли пока голый вот одежда которую надевает с собой слушай надежда мне нужно кому интересно что я надеваю на себя вот сотку даю я лучше всех собрала вещи а то ли как всегда выпендривается что я ничего не собрала сейчас если бы я этого не собирала он бы вообще вышел через час ну давай узнаем в комментариях вы все-таки сами собираете вещи это я бьюзер ты не абьюзер ты газлайтер газлайтер газлайтинг это когда человек не короче обесценивает твои данные твои способности твои успехи твои достоинства короче в городе единственный автомобиль это такое ни разу не видел белковский это peugeot travel long это минивэн яндекс каршеринг невозможно пользоваться потому что его можно брать только в аэропорту и сдавать только в аэропорту белку можно брать сдавать где угодно но брать только на 24 часа есть чемоданом неудобно на такси потому что там нужно будет потом передвигаться единственный автомобиль сочи peugeot travel long специально для видео срочный репортаж поцелуй мечты наконец-то он уезжает давай удачи все пока на связи а пришла на пляж увиделась со знакомой мы сейчас гуляем с руди она переодевается чтобы поплавать для меня это конечно дикость ну я бы наблюдаю за этим из-за наличия локдауна это реально единственный автомобиль сочи который можно было взять в белке все очень плотничком да ребята там что-то мутили походу я припугнул чуть-чуть на парковке о нифига себе какая коробка передач вы поняли вообще задняя нейтралочка драйв более семи лет назад когда я разорился я помню продал свой автомобиль с тех пор личного автомобиля не было либо каршеринг офигенный сервис либо в какой-то период времени я работал в такси да такое было в общем план на день такой поиграть вечерний турнир казино сочи до этого определиться где мы будем жить вариантов несколько я не уделял серьезное внимание данному вопросу но сейчас по дороге решим ну скажите офигенская же погодка в начале ноября но кайф за так жить в общем если вы профессиональный игрок в покер или любитель неважно и вы хотите поиграть в покер у вас по сути есть два способа это я рассказываю для тех кто не в теме это либо онлайн то есть игра в интернете на всевозможных поигранных румах либо offline вы можете играть по всему миру в россии и существует точно три игровые зоны это казино сочи собственно в красной поляне калининград алтай вот был азов сити на его закрыли вроде как я слышал что еще во владивостоке что то есть но данной информации я не уверен но все в принципе там было вроде как сказано вот да в общем мы сегодня посетим одну из них когда-то давным-давно мы с друзьями ездили в евро тур и вот эта дорога мне напоминает когда ты едешь по побережью между монте-карло ницей и потом дальше туда в сторону гор вдоль моря это просто вообще потрясающий вид и глобально в россии в сочи он ничем не отличается от европы может быть где-то немножко сервис хромает где-то еще чуть-чуть то зато здесь точно подешевле несмотря на то что я считаю что сочи один из самых дорогих городов нашей страны точно подешевле чем в европе не будем сравнивать нам уровень жизни и прочие моменты но я не знаю я наслаждаюсь несмотря на то что в моей голове например сейчас тысячи проблем которых нужно решать какие-то отдачи долгов еще чего-то какие-то рабочие моменты связаны вдыха вот ты едешь смотришь на все это и хочется жить хочется блин что-то делать в общем говорят что во время локтауна вся москва и вся россия приехала в сочи поэтому большинство гостиниц заняты и так далее будем с этим вопросом разбираться ну а пока мы по пути решили не сразу ехать в казино а заехать к одному моему кенту пообедать с ним порешать как раз планы на серию где жить и так далее познакомлю вас с прикольным парнем но и глобальный вопрос ребята как вы думаете чего больше всего в сочи правильно армян и гаджа на май нас нас генобиды эндами брат отлично выглядит особенно в тот момент когда я решил начать снимать отлично а ты че ты уже оделся в свитере мы пришли домой с руди наконец-то устали очень погуляли отлично я сейчас буду заниматься английским и вот моя отрада вот это вот гирлянда вроде вкусно вот это мама почему мама жаба пока все логично мы же уже обсуждали эту тему как-то раз я помню тебе было бы приятно если бы тебя называли жабы так а у тебя что такое интересное игрушка как не играть а можно писать потом стирать нормальная тема слушай а такой вопрос у тебя не слишком много наклеить можно да еще пар еще парочку наклеить ничего себе все да и ничего нет вот бы так в жизни а что-то не то нарисовал потом раз так провел и забыл обо всем да модно смотри но армяне в чем должны ходить обязательно гусь или гусь или гусь или это стоит на это не брюне брюне осень не пойдет бывает много вообще не не бывает не бывает много колец да маникюрчик как чудо все класс колечки прошло четыре часа не слишком мало раз попшипал красавчик красавчик плывет я никогда в жизни не видел как растет киви вот так во дворе но оно еще зеленое я думал что киви вообще зеленое это пуля смотри какая на скейтбордах можно покататься ну попозже подойдем я посмотрю поближе в общем если ты без qr кодовский нищеброд то есть тебе продукты из магазина ну а мы погнали с нырнем в первые пару туриков и расскажем вам вообще как дела в казино ах да забыл сказать здесь уже явно похолоднее что-то я с рубашечкой промахнулся придется носить толстовку которой нет вот он короче на первом этаже где находятся игровые автоматы рулетка и прочие моменты с нам снимать нельзя у нас секретация только на второй этаж где находится покер на ру но первый этаж нам нафиг и не нужен это для лудиков для тех кто не знает разница между покером и игровыми автоматами игровые автоматы это игра построенная на том чтобы зарабатывать на играющим а собственно организаторы покерных турниров зарабатывает на рейки которые платят игроки и игроки соревнуются между собой вот основная разница здрасте только всего да все отлично бойцы все по кайфу народ народ собирается собирается да вот здесь люди в кэш играем так в кассе можно поменять деньги на фишечки здрасте казино сочи есть понятие условные единицы одна условная единица это 70 рублей такой покерный зал вот такой тиви стол для участников финального стола и тиви трансляции ничего расписание соответственно во время серии каждый день проходит ряд турниров мы играем только в турниры в основном всем здрасьте так на сеньор 45 плюс нас не пускают хотя мы хотели сесть вдвоем за один стул да но есть лаки turbo день 1 а с бои нам вот 200 фишек казино спасибо не надо пошло спасибо огромное так ну чё друзья из плохих новостей оказывает сейчас жесткий период этой пандемии ограничения поэтому нам запрещено снимать в казино еще как минимум завтра вот если пандемию не продлят то послезавтра уже будем снимать второе время без пятнадцати 6 утра у я вообще походу нифига не высплюсь следующему дню надо будет подумать чё как но есть и хорошие новости мы заняли второе место в баунти турнире вход стоил 500 условных единиц я сделал первый патрон сделал два баунти и вылетел потом зашел в турнир еще раз в итоге занял второе место когда мы остались вдвоем мы поделили к сожалению финальное выставление за кубок я проиграл но я получил 11 тысяч девятьсот тридцать условных единиц по-моему вот такенская начало серии согласны теперь короче надо пойти спать чтобы завтра попробовать продолжить тащить в общем это утро мы начинаем с рубрики по карманам наверняка вы все находите у себя в карманах какие-то разные штуки особенно когда просыпаетесь с утра в общем я с утра нашел вот такую штуку это офигенский карт протектор и вспомнил что вчера мне подарил его один из подписчиков с фразы братан это принесет тебе удачу реально по ходу сработало просто наикрутейший карт протектор и вторую вещь которая нашел это собственно говоря вот такая штучка это для рулончик для пакетиков если ты покакал ну ты в смысле не ты а в смысле когда руди какает чтобы убирать за ним какашки вот мы пользуемся вот такими пакетиками что это делает вещь у меня в кармане вообще непонятно пишите в комментах что вы находите обычно в карманах и может быть находите прямо сейчас прошлую ночь мы переночевали у кентов в апартах в общем это не солидно надо переставать быть бомжами и на сегодняшнюю ночь все-таки найти себе нормальный номер в поляне ну что новый день новые стремления новые победы суббота let's go ну а следующая утренняя рубрика называется самые четкие оправдания 2021 года в общем у нас до сих пор не нету qr-кода не прогрузился он там что-то где-то на госуслугах и так далее поэтому мы не можем пойти поесть какой-то ресторан или кафешку поэтому мы заезжаем поесть вот в это замечательное заведение и из-за этого мы толстеем если бы конечно не ограничения то я не был таким толстым нелепое оправдание 2021 года спасибо трубочка там на пакете вот такая домашняя красотка сижу монтирую наш первый влог это видео кстати туда тоже обязана войти если она пройдет мою проверку профессионала в общем как я провожу этот день я сегодня лежу дома и занимаюсь такими бытовыми делами и чтобы мне не совсем грустно было я ем тортик из крем карамель беккере это не реклама я первый раз там вообще что-то заказала просто решила поделиться что торта я не ем но там в принципе мне понравилось теперь они просто обязаны мне заплатить за рекламу поможешь мне монтируем так ну что сегодня был в целом неплохой денек закончился он пораньше это хорошо есть такие турниры как как они длятся три дня сегодня был первый день мы запаковали фишки завтра будет второй день мы запаковали 80 тысяч фишек вначале давали 30 тысяч так что все хорошо сделали два входа в баунти турнир по 550 условных единиц сделали один нокаут на 300 условных единиц поэтому на 700 там на 800 получается в баунти минусе но в целом зато классно в капе с первого патрона прошли как я и говорил нужно где-то все-таки нам пожить поэтому сейчас я нашел достаточно недорогую гостиницу пойду туда заселяться решила пораньше лечь спать не только для того чтобы сохранить свой режим но еще чтобы побороть голод у вас тоже так когда вы чуть-чуть поели ваш мозг такое говорит закажи что-нибудь закажи это же так классно выглядит а твой желудок говорит да я не голоден зачем мне это ну что что ты не голоден ну ты же кайфанешь от этого в итоге это большая борьба которую я решаю обычно сном в общем расклад такой на букинге посмотрел цены на их монтан была цена за обычный номер 22000 позвонил напрямую в гостиницу туда 314 какой 314 позвонил напрямую это в гостиницу говорю здрасте хочу почем номер говорят сожалению на 8 дней обычных номеров нет есть только люкс я говорю супер а почем не говорят 18 тысяч на 8 дней я говорю супер давайте посмотрим что за люкс красной поляне где все очень дорого за 18 тысяч на 8 дней слушай ну ничего так вообще солидно я считаю цивильничок будем жить погода сегодня в сочи не радует но в принципе я люблю дождик я сейчас поехала в торговый центр на кое-что купить и хорошо что я поехала на такси потому что любым другим транспортом было бы неприятно в такую погоду передвигаться например я сегодня узнала что по-английски быть пешеходом этот кдс фэнс ошиблась я кдс трэн правильно говорить ну и кого это вообще интересует я приехала в торговый центр сейчас посмотрим что там внутри но надеюсь меня вообще пустят без qr-кода сейчас придумаем что делать дальше но это очень интересная вообще ситуация люди разделились на две части знаете люди с прививками ну или просто с qr-кодами стоят там и у них максимально важный вид когда как я например чувствую себя родственной собакой когда меня не пропустили а меня просто бесит это я не могу с этим смириться ну чёрт успела дойти уже до озона сейчас мы с вами проверим пустят у меня туда или нет и если пустят наконец-то будет все вот спокойненько люди работают отлично масок нет ничего всех пропускают все супер вообще я жду свою посылочку и никто мне слова даже не сказал сейчас будет исповедь я не умею пользоваться тик током мне 23 года я не умею пользоваться тик током и что старая у меня на секундочку я не помню 35 или 45 тысяч подписчиков знаете из-за чего из-за того что просто стихи свои читала а записать коротенько 10 секундное видео как это делают все я не могу и не могу знаете почему потому что это пипец как сложно оказалось я конечно это давно знал но сегодня я прям максимально это прочувствовала на своей шкуре я вам сейчас покажу снимала я снимала это видео сейчас и что получилось говнище я хотела показать как я классно подстриглась меня было столько идей я смотрела референсы они были идеальны но мое видео херня ну чё доброе утро на календаре понедельника это означает что неделька закончилась она была неплохой мы затащили турик подзаработали деньжат вчера мы еще прошли в день 3 турнира кап уже мы в призах за первое место около 36 тысяч осталось 53 человека сегодня будем играть до финального стола надеюсь я тоже буду там в общем планы на эту неделю я остаюсь еще в казино сочи серия будет длиться неделю хочется по утрам походить поиграть футбольчик надо убирать немножко щечки в общем планы большие если тебе понравилось то что происходило на этой неделе жаль что не разрешают снимать в казино из-за этой проклятой пандемии так сказать ужесточение этого вопроса то но надеюсь да что может быть на этой неделе что-то изменится в любом случае попробуем разбавить наш контент может быть скатаемся в горы в сочи либо пишите еще в комментариях чтобы вы хотели узнать про красную поляну я постараюсь это снять рассказать показать спасибо что посмотрели наш влог надеюсь вам понравился такой лайф режим если да то поставь лайк этому видео подпишись на наш канал и до встречи в новых влогах ну и ульянка тебя кстати целую и люблю кто не знает ульянка монтирует эти влоги поэтому уже скучаю надеюсь что на предстоящей недельку увидимся ну что надеюсь вам понравилась наша такая недо неделька я обещаю что дальше будет интереснее спасибо что досмотрели я завтра еду кто ли максимально счастлива в общем всем пока было приятно с вами познакомиться целую я